Приветствую вас! Давайте попробуем с вами разобраться с тем, что вы пишете. Попробуем помочь вам в вашей ситуации. Вы пишете, что женаты мы около трех лет, до этого еще два года встречали. Вместе получается вы пять лет и знаете друг друга, наверное, немножко больше. Соответственно, на первый год вашего совместного проживания, на первый год вашей семейной жизни пришелся кризис отношений трех лет. Кризис трех лет. Очень часто бывает такое вот в парах, в любых парах. Значит, пару месяцев назад, пишите вы, почувствую, какое-то ее отдаление. Пару месяцев назад, это на самом деле не так много, не так долго, чтобы не понимать, что происходит, чтобы не отдавать себе отсчета в том, что происходит. Поэтому, если пару месяцев назад вы заметили отдаление у своей супруги, если пару месяцев назад вы это отдаление увидели, то необходимо здесь подумать, что было тогда. Вот что произошло тогда, эти пару месяцев назад. Что происходило до этого. Там вот просто вам брать и анализировать, что происходило в то время. Вы пишите, стали меньше общаться, задерживаться на работе и тому подобное. Знаете, вот очень интересная позиция у вас здесь, я прошу меня правильно сейчас понять. Я не представляю цели вас как-то обвинить в чем-то или задеть, но когда вы говорите, что стали задерживаться на работе и, значит, меньше общаться, вот вы написали здесь «стало», меньше общаться и задерживаться на работе и тому подобное, постепенно отдалялось. Ну, знаете, вот не очень понятно, да, то есть «стало», может быть, вы ошиблись и хотели написать «стало», «стало меньше общаться». Это логично вытекает из вашего дальнейшего предложения. Но проблема в том, что буковка «о» находится довольно далеко от буковки «а». И так же далеко находится от буковки «и». Вот не очень понятно, что вы хотели этим сказать. Если она стала меньше общаться, и она стала задерживаться на работе. Ну, очевидно, что ей так лучше. Очевидно, что для нее это был выход. То есть на работе ей было лучше, чем с вами. Если вы оба стали меньше общаться и стали задерживаться оба на работе, то здесь я рекомендовал бы вам подумать в первую очередь о своей ответственности в том, что происходило, то есть почему вы задерживались на работе, почему вы стали меньше общаться. Кстати говоря, по поводу того, что вы общались, по поводу ваших общений, Антоний, очень важный вопрос. Что вас объединяло, что у вас общего? То есть общаться можно, когда есть что-то общее. Вот представьте, пожалуйста, на эту тему подумать. То есть, чтобы общаться, нужно, чтобы было что-то общее, что у вас общего есть. Значит, далее, значит, ну вот то, что она постепенно обдаляется, и с этим у меня ничего не получалось сделать, пишите вы. Но опять же, понимаете, Дима, здесь момент такой. Когда вы говорите, что у меня с этим ничего не получалось сделать, я здесь увидел не то, что у вас реально не получалось, а то, что вы, может быть, недостаточно хорошо пытались что-то сделать. Может быть, не хотели что-то делать, что-то реально делать для этого. Знаете, тут нужно анализировать, что вы делали, что вы пытались сделать, для того, чтобы ситуацию исправить. Например, пытались ли вы вносить разнообразие в вашу жизнь, пытались ли вы, там, дарить жене подарки, пытались ли вы пригласить ее куда-нибудь, там, в какое-нибудь место. Предлагали ли вы ей на пару дней, там, например, съездить за город, в отель, куда-нибудь еще, то есть сменить обстановку. Выбирались ли вы на какие-то там события. Делали ли вы сюрпризы. Как бы, знаете ли вы вообще о ее желаниях, о ее предпочтениях, о ее мечтах, понимаете? Это вот очень важно. А вот то, что вы пишете, это очень, это довольно скудно. Этого мало. Этого мало для того, чтобы ответить на, чтобы разобрать это. Но очевидно, что здесь вы как бы признаете свое поражение. А женщина не любит, когда мужчина признает свое поражение. И, возможно, в этом и заключается основная беда. Что вы легко соглашаетесь на поражение. Легко соглашаетесь с какими-то вот не устраивающими вас факторами. По истечении месяца сказала, что хочется развестись и что больше не любит. Но это, скорее, было сказано больше на эмоции. А вполне возможно, что пару месяцев она пыталась вам дать понять, что ей что-то не нравится. Она не увидела от вас поведение, которое вы хотели. И, собственно, сказала, что больше не любит. Я отказался в это верить. Каждый день после работы было очень тяжело общаться. Видно было, что она не приняла какое-то окончательное решение. Я отказался в это верить. Пишите, вы и что? Вы отказались в это верить, и что? Вы делали что-то для того, чтобы сохранить брак? Вы говорите о себе, что после работы было очень тяжело общаться. Видно, что она не приняла какое-то окончательное решение. Тяжело общаться было вам, если я правильно понял. Почему вам было тяжело общаться с ней, Дима? Ведь вы же понимаете, что именно ей плохо. Именно она страдает. Именно ей тяжело. Именно она отдалилась. Так почему же вам было тяжело с ней общаться? Но, может быть, тяжело, потому что вам неприятна эта ситуация. Может быть, тяжело вам было общаться, потому что эта ситуация вносила в вашу жизнь, в вашу привычную жизнь определенный диссонанс. И вы испытывали тревожность. Вы испытывали нервозность от того, что все не так, как обычно. Тогда уже вопрос можно ставить о вашей адаптивности, о степени адаптивности к тому, что происходит в вашей жизни. О том, насколько вы способны адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, к меняющимся условиям и так далее. Вот это вот очень важный момент. Далее. Далее. Значит, видно было, что она не приняла какое-то окончательное решение. Старались мне общаться и говорить, что во мне ее не устраивает. Какие качества? Опять же, в этом разговоре вы ставите себя не совсем правильно. Я хочу, чтобы вы меня постарались понять. Дело в том, что когда я говорю о неправильном становлении себя в разговоре, вы говорите, вы говорите о том, что не устраивает ее во мне, пишите вы. Но при этом вы не говорите о том, что не устраивает ее вообще. То есть, вы почему-то сразу подумали о том, что ее что-то не устраивает именно в вас. А может быть, дело-то совсем и не в вас. Может быть, дело совсем в том и в другом, что ее что-то не устраивает вообще. Не в вас, а вообще что-то не устраивает, понимаете? Вот ей самой что-то не нравится. Понимаете, пять лет, особенно если вы были молоды, я имею в виду, если вы там, допустим, ну, если вам было, скажем, 23, 22, вот так вот, то, понимаете, пять лет это очень большой срок. И вполне возможно, что дело здесь совсем не в вас, а в ней. Но вы ставили себя, начали ставить себя изначально так, то вы говорите, а что не устраивает тебя во мне. И тем самым вы как бы уже изначально принижаете себя. А этого делать категорически в данном случае нельзя. Женщина и так не уверена в том, кто хочет быть с вами, а вы еще говорите, в чем вы ее не устраиваете. То есть, вы как бы говорите, что я знаю, что я тебя не устраиваю, в чем ты, скажи мне, пожалуйста, в чем именно. Ну, извините, она может, естественно, сказать вам, значит, если ты знаешь, что ты меня не устраиваешь, то определите это сам. То есть, она может оставить это на ваше усмотрение. Вы же за своей позиции здесь проявляете, опять же, недостаточную решительность. Ну, вот так, на крайней мере, вытекает из вашего текста. Значит, вы пишите, что, например, не всегда быстро могу решить какую-то проблему, не часто разговариваю. Смотрите, это неуверенность в себе, определенная замкнутость и отсутствие общих интересов. С другой стороны, непонятно, как мы жили почти пять лет с таким поведением. Ну, то есть, я имею в виду, что если, вот если вы не часто разговариваете, то ее, получается, пять лет это устраивало. Ну, почти пять лет. Почти пять лет ее это устраивало. А теперь вот перестало. Довольно интересный, получается, аспект. То есть, у нее что-то поменялось. Получается. У нее что-то поменялось. Имеете ли вы представление о том, что поменялось непосредственно у нее? Или нет? Что касается того, что вы не часто, часто не можете решить проблему быстро. Опять же, здесь важно, как вы к этому относитесь. То есть, осознаете ли вы, например, что это ваша неуверенность в себе? Может быть, ну, может быть, какой-то страх? Может быть, какая-то неуверенность в себе? И так далее. То есть, вот, имеете ли вы представление именно об этом? Откуда у вас вот это качество повелось, что вы не можете решить быстро проблему какую-то? Вот, постарайтесь об этом также по-бому. Постарайтесь это вот также выявить для себя. Потому что, ну, мужчина, он все-таки должен решать проблему достаточно быстро. Мужчина должен это делать. А если вы не можете, значит, на это есть причина. И вот о причинах и нужно с вами разговаривать. Понимаете, надеюсь, о чем идет речь. Далее. После недели общения она не говорит, что хочет подавать на развод, но все равно отношения не те, что были раньше. Понимаете, в чем дело, Дмитрий? Такими, как раньше, ваши отношения не будут уже, потому что они поменялись. Вот, постарайтесь, пожалуйста, отказаться от этой идеи, что у вас будут, ну, другие отношения. То есть, прежние. Постарайтесь, пожалуйста, отказаться от этой идеи. Дело в том, что, как прежде, ваши отношения не будут. Что может быть, это то, что они могут выйти на новый уровень. Это да, это может быть. Вы можете поменять их. Это да, это тоже может быть. Но у вашей женщины, вот, ваша женщина, она изменилась. И, соответственно, когда как прежде быть, уже не может. Вы говорите, что почти ничего мы не делаем вместе. Это, безусловно, плотно. Это, безусловно, не есть хорошо для вас. Но а почему вы не делаете ничего вместе? Чем это связано? И ответ заключается в следующем. Вы не делаете ничего вместе, потому, что у вас проблемы с наличием общего. Чтобы делать что-то вместе нужно, чтобы у вас было что-то общее. Если общего нет, соответственно, откуда и как вы можете делать что-то вместе. Нужно работать над этим. Работать над новыми увлечениями, работать над новыми взаимодействиями над интересами, свои интересы определить, ее интересы определить, постараться определить ее интересы, свои интересы. подумать, как их можно было бы скримировать, то есть соединить. Вот. Попробуйте для начала использовать визуализацию. То есть вот, например, допустим, смотрите, скажем, ваши интересы это отдельная сфера, отдельный кружочек, да? Ее интересы это отдельный кружочек, отдельная сфера. И, соответственно, подумайте, вот в этих кружочках, в этой сфере, в этих сферах, точнее, вы могли бы описать интерес. Ваши интересы, ее интересы, и пытаться найти смежные. Это на самом деле не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Не так сложно. Но необходимо, понимаете, это необходимо, если вы хотите сохранить свои отношения. Если вы хотите сохранить свой брак, то необходимо что-то для этого делать. Далее, прочитал переписку ее в соцсетях с подружкой. Оказалось, что ей нравится парень с работой, они с ним просто общаются. Как так получилось, что вы прочитали переписку? зачем вы ее читали? Для чего вы ее читали? Как это у вас произошло? Понимаете ли вы это нарушение личных границ вашей женщины, вашей жены? Осознаете ли вы это? Если да, то хорошо. Как вы это реализуете? Если нет, то с этим тоже нужно работать. Ей нравится парень с работой, а не просто общаться. Она вполне возможно реализует с ним просто потребность в общении. Это действительно так. И в данном случае потребность в общении абсолютно нормальная и невинна. По моему мнению невинна. Что значит невинна? Это ни в коем случае не означает измены, ни в коем случае не означает то, что она хочет изменить и так далее. Нет. Скорее всего, речь просто идет о том, что ей действительно не хватает общения. И это общение она пытается получить от другого человека, от другого мужчины. Ну, вы понимаете, что ей по видимому очень важно именно мужское общение. то есть не простое общение как таковое, а именно мужское общение. Это вот тоже очень важный момент здесь, важный нюанс. Вот. Значит, вы узнали о том, что ей нравится парень с работы и вы ей значит после я рассказал все, что знаю ей. зачем вы рассказали, чем вы руководствовались, для чего вы руководствовались. Ну, 15 мы не разговаривали, она сказала, что я его. Соответственно, дает вам шанс. Соответственно, она говорит вам, что чувства к вам у нее не угасли, что она хочет быть с вами по-прежнему, но ее вот не устраивают эти аспекты, которые, ну, о которых я говорил, о которых вы пишете. Значит, но по сути мы сейчас почти не взаимодействуем. Но опять же, вы считаете, что? Что она сказала вам, что вы для нее важны и все? И типа вы волшебным образом начали бы взаимодействовать? ну, к сожалению, это не работает так. Она вам дает шанс, понимаете, она дает вам шанс. Она дает вам шанс, она как бы говорит вам, что ты еще можешь меня вернуть, ты еще можешь как бы, ну, соответственно, ты еще можешь все исправить. а вы говорите, что мы почти с этим не взаимодействуем. Мы почти с ней не взаимодействуем. То есть вы как бы сейчас опять перекладываете ответственность в данном случае себя на обстоятельства, на может быть вас обоих и так далее. Вам не нужно этого делать. Вы старайтесь думать конкретно только о том, что вы можете сделать в данной ситуации. Как вы можете организовать взаимодействие, а не что вы вместе взаимодействуете. Понимаете? И также поставьте понять, что как раньше уже не будет. Но это мне кажется это вы и так в принципе наверное уже должны будете. понять из моего ответа вам. Вот. Значит вы пишите что с этим можно сделать. Значит нужно ли пытаться продолжать или лучше развестись. Ну вот опять вы не желаете сами принимать ответственность за свою жизнь. Вы спрашиваете нас что вам делать. Мы на этот вопрос не ответим. Психологи не могут и не имеют права давать советы. Мы можем вам помочь понять себя. Вы сами чего хотите. Если вы хотите что-то для своей женщины делать, чтобы она была счастлива, чтобы у нее все было хорошо, чтобы у вас была счастливая пара, счастливая семья. Для этого нужно менять свое поведение, для этого нужно менять свое отношение, для этого нужно расширять кругозор, для этого нужно более трепетно относиться к потребностям вашей жены. если вы готовы на все это, то имеет смысл продолжать и пробовать восстановить отношения. Если вы чувствуете, что для вас это слишком тяжело и нереально, то тогда имеет смысл расшириться и не мучить ни ее, ни себя. А что можно сделать, я вам сказал, в принципе, по ходу своего ответа. Общее впечатление от вашего сообщения у меня сложилось такое, что вы довольно нерешительный человек и довольно нерешительный мужчина, у которого есть определенные проблемы с уверенностью в себе. Вы довольно такой, может быть, мнительный человек, довольно такой вот замкнутый человек, немножко флегматичный человек, вполне возможно, что ваша жена просто стала себя чувствовать с вами скучно. Она поняла, что вы не отвечаете ее потребностям и ее интересам. Она поменялась за пять лет, и если вы готовы быть с ней, если вы хотите быть с ней, то вам нужно начинать учитывать эти изменения в первую очередь и свои собственные недостатки во вторую очередь. Именно так, именно в такой последовательности, не наоборот. сперва недостатки значит того, что вы не увидели изменений вашей жены и лучшее понимание того, чего она хочет. И только потом, только потом анализ и адаптация к своим собственным недостаткам. Если вы не будете понимать, чего хочет ваша жена, у вас будут проблемы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!